Какая толпа едет за границей ежегодно, зимой, летом, несмотря на никакие, как сказать, погодные какие-то условия. Это говорит о том, что если работаю, у меня есть деньги, и я это могу сделать. Но, ну потом, вот этот уровень бедности, или как сказать, да. Ну, я тоже из тех, которые проработал в советское время и с 40 лет уже, ну не 40, там уже с 90-го года до 20 лет спустя, там уже 20, до 13-го года, это уже сколько лет, да, я проработал. У меня пенсия, я не буду говорить цифру, да, потому что вы скажете, или там слушатель скажет, о, он там, да, в государственном институте или как. Но с моей пенсии, я заплатил, моя пенсия такая, что я заплатил последний сантим, последний еврик, налоги, и все. А сейчас вот мое поколение, по моему возрасту, уже очень многие пошли по хвойной тропе. Ну, хвойная тропа, вы поняли, да, это кладбище, да, где хвойная тропа, уже прошли. Значит, мое поколение осталось чуть-чуть и быстро не будет вообще. А значит, те, которые сейчас 40-летние и еще моложе, или, ну, 50-летние, которые 15 лет еще должны как минимум работать, они говорят, а я бедный. Почему ты бедный? Конвертики получаешь? Получаешь. Тот момент, ты богатый, а после? Вот тут это, как сказать, если в Швеции в свое время, когда был там Карлес 12, да, и который там еще, ну, ты не заплатил налоги, чукс, и отсекали некоторые, как сказать, доли твоего, твоего тела, да. Ну, ты не заплатил налоги, да.